Тема урока «Берегите воду». Казалось бы, воды на Земле сколько угодно. Океаны и моря покрывают большую часть поверхности планеты. Но вода в них солёная, а пресной воды на Земле не так уж много. Человеку для разных нужд необходимо от 20 до 50 литров воды в день. А для производства продуктов питания гораздо больше. Так, для производства одной тонны пшеницы нужно 1500 тонн воды. Риса – 7000 тонн, хлопка – 10000 тонн. Для производства тонны куриного мяса – от 3500 до 5700 тонн, а говядины – от 15000 до 70000 тонн. Таким образом, чтобы накормить семью из четырёх человек, требуется вода по объёмам, сопоставимая с плавательным бассейном. Чистой воды на Земле остаётся всё меньше. В водоёмы сливаются сточные воды заводов и фабрик, нечистоты с ферм, а также вода, использованная в быту. Учёные подсчитали, что каждый год во всём мире в водоёмы попадает столько вредных веществ, что ими можно было бы заполнить 10 тысяч товарных поездов. От загрязнения воды страдает всё живое. В реках, озёрах, морях погибают растения и животные, чахнут растения на берегах. Загрязнённая вода вредна для здоровья человека. Внимание! Не пейте воду из реки, озера, пруда. В ней могут быть вредные вещества и болезнетворные бактерии. Чтобы очищать сточные воды, строят очистные сооружения. В них загрязнённая вода проходит через различные фильтры. Они задерживают вредные примеси, а чистую воду пропускают. Интересно, что во многих очистных сооружениях помогают очищать воду особые бактерии, не опасные для людей. Эти бактерии обезвреживают ядовитые вещества. Сейчас строятся и такие предприятия, у которых вообще нет сточных вод. Загрязнённую воду там очищают и снова используют. Такому предприятию не нужно брать свежую воду из озера или реки. Оно не сливает туда и отработанную воду. Знаешь ли ты, сколько воды пропадает зря? Сколько воды пропадёт зря, если из плохо закрытого крана в течение суток будет течь тонкая стройка всего лишь со спичку. Пропадёт зря 500 литров воды. Много это или мало? Очень много. Представь себе сразу 500 литровых банок, наполненных водой. Они, наверное, даже не поместятся в комнате. Когда вода понапрасну течёт из крана, его надо закрыть. Но бывает, что мы зря расходуем много воды, даже не замечая этого. К примеру, ты моешь руки, умываешься под сильной струёй. Прикрой немного кран, это не помешает умыться, а воды утечёт меньше. Ты хочешь охладить газированную воду и держишь бутылку под холодной струёй. Лучше поставить бутылку в холодильник, а воду поберечь. Сделаем вывод. Людям требуется очень много воды. Загрязнение водоёмов опасно для всего живого. Чтобы уберечь водоёмы от загрязнения, сточные воды пропускают через зачистные сооружения. Каждый человек должен беречь воду.